здравствуйте мальчики и девочки котанные кошечки и прочие сказочные существа у микрофона как обычно метатрон он же олег гром перед вами зарядное устройство от x star называется на lc4 x star как вы знаете славится но своими зарядными устройствами я их очень люблю и уже наверное сколько лет 10 или больше постоянно про них рассказываю все мне в них устраивает но но как обычно есть но и это оно заключается в следующем x star решили выйти на рынок своих собственных проприетарных аккумуляторов начинали они с вот таких аккумуляторов литивых 3300 милливатт-часов теперь у них вот такие аккумуляторы литивы 2700 милливатт-часов ну пускай вас эта надпись не смущает 2700 милливатт-часов на пальчиковых это 1.5 вольт они то есть это литивый он быстро заряжается да там час чуть больше ну в отличие от никеля которые малыми токами может там 8 часов заряжаться мизинчиковые у них на 1200 милливатт-часов и вот это конечно маркетинг потому что 2700 милливатт-часов это 1800 милливатт-часов при 1.5 вольта 1200 милливатт-часов при 1.5 вольта это соответственно 800 милливатт-часов то есть по емкости так сказать если сравнивать с обычными никель металл гидридами то вы плюс-минус то же самое получаете единственное то что быстрее заряжается то что внутри литий стоит а не металл гидрид ну а литий плюс чем быстрая зарядка вроде бы все понятно такое вот устройство lc4 она очень похожа на по дизайну на версию бисе 8 они мы тоже уже разговаривали сейчас тоже покажу вот эту штуку удобная засовываете палец выталкиваете аккумулятор и жутко удобная вещь прямо не всегда нравится вот что в комплекте идет зарядное устройство кабель и четыре батарейки как вы видите в комплекте на коробочке написано abs пластик негорючие usb type-c разъем естественно ну и с этой стороны мы видим ттх габаритные размеры сколько надо на вход сколько она выдает на выход 49 вольт папа пол ампера на каждый слот и температура работы от 0 до плюс 40 то есть вот эти вот идут в комплекте эти докупаете отдельно что на самой зарядке мы видим мы видим тоже самое те же самые надписи что и на коробке блин она бликует немножечко но в общем вы поняли да вот больше здесь особо ничего нет есть радиатор на решетка какую-то плату она там все-таки охлаждает ну и и все и как бы как бы и все вот ну а еще с инструкцией конечно же ну господи это это понятно инструкция на разных языках включая русский язык ну не знаю нужно ли она вам посмотрите давайте вот так на паузу поставить и посмотрите о чем речь вообще все хорошо все замечательно конечно я очень негодую когда вижу проприетарные аккумуляторы но вот и к стару очень надо давайте начнем издалека вот эти вот замечательные проприетарные аккумуляторы вот это самая первая серия самые первые первые вообще видите они у меня потекли они еще работают но уже лучше ими не пользоваться на мой взгляд хотя ну вот этот видите даже тут вот вспучился немножечко что-то там происходит реакции потом как-нибудь разберу может быть вам покажу может быть в телеграме выложу подписывайтесь ссылки на все в описании есть они тоже заряжаются тоже 1 и 5 вольт на выходе тоже быстро заряжаются очень удобно вот но это самые первые самые самые первые самые вообще вот прям самые самые были это как бы не знаю там первое поколение можно назвать но она тоже имела разные ревизии и вот например упали упали все упали у меня точилки стоят такого же первого поколения но это уже была выпущена партия попозже они абсолютно никак нигде ничего тьфу тьфу не текут работают хорошо великолепно а эти были прям самые самые первые вот поэтому может быть у них такой был небольшой минус ну имейте ввиду я про это уже говорил кстати говорил об этом в прошлых видео когда мы касались этих аккумуляторов хотя казалось бы да все одинаково но вот это прям самые первые навряд ли вы такие найдете скорее всего если вы приобретете у вас уже будет нормальная ревизия и ничего течь не будет но вот это было да не очень-то приятно заряжались они вот в таких зарядках вот например беси 4 она умеет никель заряжать умеет заряжать эти аккумуляторы обзор про нее есть она же и powerbank она же и фонарик есть беси 8 она тоже умеет заряжать внимание никель и вот эти вот 5 вольтовые ну то есть им для заряда 5 вольт надо литиевые аккумулятор как они устроены здесь самом аккумуляторе вероятно стоит плата который вы заряжает такая бмс маленький контролер и здесь вы удивитесь то же самое но еще дальше все это дело пошло и решили все это дело но максимально наверное удешевить давайте подключим саму зарядку здесь просто горит индикатор он ничего больше не показывает он либо горит либо наверное не горит и дает он напряжение на клеммах на своих на контактах то господи в районе 5 вольта 5 но полин когда надо когда надо не получается до 5 и 2 но это без нагрузки с нагрузками всеми будет как раз таки около пяти вольт там 49 без нагрузки 5 и 2 может умею избить 5 и 2 выдает я не проверял ну да это и неважно из чего я сделал предположение что вот эта штука она легкая хотел раскрутить не получается раскрутить нечего раскручивать на защелках ломать жалко ну потому что я варварских буду разбирать скорее всего вот это вот где-то защелки эти все папа по обломаются на вот если без и 8 она имела возможность разобрать то здесь возможность разбора убрали полностью вероятно она очень легкая практически еще не весит вероятно тут какой-то минимальный набор всего что есть ну то есть просто такой знаете хаб от юсби который уже просто заряжает вот эти вот батарейки можно попробовать дать на нее 49 вольт а просто обычные 49 вольт и скорее всего она зарядится проверять вот в этом видео я это не буду это мои предположения потому что я предполагаю что это просто-напросто бмс плата литий и на нее не надо никаких специальных зарядников ну можно дать обычные 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 с юсби ну там 49 вы не дадите он скорее всего 5 вы сможете дать и она будет заряжаться но они у меня заряжены так что вот как это работает эта зарядка только для таких аккумуляторов с светодиодом да ребят вы сейчас удивитесь как и я удивился смотрите в бмс плату встроили светодиод то есть по сути у вас вот эта зарядка ну грубо говоря это по сути такой хаб который разветвляет ваш юсби может там еще что-то делать надо разбирать надо глядеть вот а так вы вставляете и заряд пошел то вот вся индикация у вас на самой зарядки так это даже не зарядка такая док-станция наверное правильнее наверное назвать это док-станция не зарядка вот такой вот удобное местечко а сама зарядка встроена ну то есть плата непосредственно в аккумулятор плюс и минус и литий-ионных батарей но тут можно долго спорить плюс конечно то что не быстро заряжаются там у кого есть еще там фототехника которая вспышки работают на батареях возможно для них это будет плюс но с другой стороны у кого они есть у тех комплекты батарей там и тех же и не лупов лежат и всегда заряженные да но в общем эта штука быстро это все делает плюс единственное естественно в эту зарядку ничего другого нельзя поставить абсолютно только вот эти аккумуляторы вынимаются они благо легко ставятся также легко либо мизинчики либо пальчики что как я в самом начале сказал мне не нравится в проприетарных во всяких вещах то что они проприетарны ну то есть то что мы не можем здесь установить никакую другую ничего ничего больше только либо так либо либо никак вот можно посмотреть какое сейчас напряжение на 47 вообще такое ощущение что он просто как хаб такой работает что-то там наверняка есть я надеюсь там не просто один диод потому что это было бы очень странно хотя цена у нее невысокая может быть все именно так и есть но от относительно то есть цена всего за у наверное это все-таки цена аккумуляторов ну вот по большому счету но зато быстро зато быстро защита от переплюсовки имеется то есть если вы поставите аккумулятор наоборот то он просто заряжаться не будет но это защита не в зарядном это это пмс плата в самом аккумуляторе мое такое предположение еще ни хрена не вставляется так как бы толком вот опять же при заряде нагревается вот эта верхняя часть как и в таких аккумуляторах здесь где-то находится бмс к которой греется вот тут где-то у пульсового контакта на дальше литий вставлен плюсы минусы таких аккумуляторов плюсы наверное в том что как я сказал самый главный быстро заряжается циклы заряд-разряд у таких аккумуляторов они будут меньше как ни крути чем у тех же они лупов например если взять данную любых других лоусселф дисчардж аккумуляторов у которых циклов не 500 как у лития да там а две тысячи циклов например да ну то есть поприличнее есть конечно и 500 если это емкость большая например у они лупов xl каких-нибудь ну а обычных две тысячи циклов что литий превосходит но заряд заряд литиевых гораздо быстрее вот я ставлю например они лупы да можно они лупы заряжать и некоторые зарядники это поддерживает большими токами можно там одним ампером кто-то даже двумя заряжает как бы чё там это это же аккумуляторы в случае чего заменю но по-хорошему нитиль нужно заряжать малыми токами 0.1 от их емкости но тоже мало кто делает я обычно и не лупы заряжаю где-то на пол ампера ну и вот сами посчитайте пол ампера на там 1800 миллиампер ну грубо говоря грубо говоря плюс плюс потери кпд и т.д. и т.п. ну где-то четыре часа эти заряжаются примерно за час может быстрее там он как-то так вот единственный наверное плюс лично для меня не знаю к чему приведет xstar не сдается у них вот первого поколения были самые первые вот они вообще у меня потекли потом чуть попозже я приобрел эти себя чувствуют хорошо нормально вот и теперь вот эти вот для них прям специальная такая вот отдельная зарядка но благо опять же плюсы минусы можно эти аккумуляторы заряжать и в таких зарядках да то есть тут если у вас уже есть например вы брали под вот такой вот литий можно смело брать отдельно вот этот литий и все просто использовать уже имеющуюся зарядку и отдельно не покупать хотя еще раз говорю цена складывается скорее всего просто из четырех аккумуляторов они самого самого зарядного устройства причем вот эти сюда лучше не сувать потому что ну я не стал рисковать ну его нафиг вот вот такая вот история эти зарядки они подороже но они зато умеют никель заряжать то есть плюсы тут свои может быть не так хорошо как что-то там отдельное под никель но тем не менее xstar никель заряжать умеет тут какие функции ну функция если ваш аккумулятор разрядился полностью в ноль вот этот он его оживит но я думаю он полностью в ноль не разряжается здесь такой условный ноль после определенного напряжения на банке лития скорее всего плата защиты срабатывает и просто не показывает никакое напряжение как бы говорит что ноль все разрядился ты мне так кажется ну и соответственно вставляете и она активируется вот как-то так мое отношение еще раз говорю вот ну к проприетарным вещам оно такое я не очень их люблю при этом я люблю xstar зарядки вот при этом да я пользуюсь такими аккумуляторами скажите а где ты ими пользуешься я пользуюсь ими например в точилке пользуюсь в карандашной в электро но это если вы пользуетесь карандашами часто их затачиваете то обычных батареек не накупишься так аккумуляторы вполне классно опять же брать туда никель ставить ну как-то мне не очень интересно потому что опять же его нужно дольше заряжать а мне надо вот например там быстро вот я увидел что она начала как-то медленно работать я вытащил их закинул буквально там полчаса они у меня дозарядились и у меня опять работает быстро моя точилка это раз во вторых во всяких устройствах типа мышки клавиатуры и так далее можно ли их использовать можно но мышки клавиатуры нынче такие но всяком случае у меня что там долго очень живут даже обычные батарейки погоду и больше иногда и по несколько лет поэтому тоже такой вот вариант в детских игрушках вот это прям вообще незаменимая вещь но я имею ввиду детские игрушки в кавычках потому что есть различная rc техника которая в частности работает на батарейках это хорошо когда он так работает часть я кстати переделываю тоже быстро потому что можно зарядить и пользуешься ну и опять же 1800 миллиампер если представлять как будто это обычный никель да но для маркетинга в мили ватт часах вообще правильнее конечно писать ватт часах сколько полезной работы может выполнить элемент питания но мы привыкли в миллиампер часах при этом мы не замечаем что миллиампер часы на 1 и 5 вольта это одни на там 4 вольта это другие на 12 вольт там автомобильный ваш аккумулятор это по-другому миллиампер часы считается а ватт часах это вот самый правильный на самом деле момент я не знаю но я предположу что они пишут ватт часах просто потому что это маркетинг уже 2700 мили ватт час выглядит круче чем 1800 миллиампер час правильно вот как то так но это при напряжении 15 вольт опять же самое важное да не забывайте вот а ватт часы там неважно какое напряжение ватт часы они всегда будут в часами вот как то так ребятушки что что еще добавить а где купить вот это меня вот любят спрашивать доставать где купить а кстати еще смотрите я не знаю что случилось это максимально удешевленный видимо вариант на штатном юсб тайп си нет надписи x-star я так хвалил x-star что у них везде есть надпись x-star сейчас я покажу тут выключу вот например это тоже их старовский кабель идет вот он смотрите вот видите надпись нет не видите она белая блин и чего вот x-star то есть всегда хвалил x-star за то что у них везде есть свое брендирование ну или вот например чуть чуть тут вытащил вот а тут они максимально все удешевили такое ощущение удешевили потому что вот это пластиковая штука в которой стоят батарейки еще раз в самом начале сказал уже 200 раз но мое предположение это просто такой избе хаб док станция а дайте на них 5 вольт они также будут заряжаться отдать что ли 5 вольт вот не знаю ребятушки хотел я это делать мне тут карандаш как раз стоят сейчас я уберу карандаши они мне закрывают нет у меня место понимаете ох 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 когда нибудь верстачок получится приобрести вата давайте проведем эксперимент так поставим сейчас 5 вольт сейчас так потоку много нам не надо нам проверить просто надо и не больше да ну давайте проверять что ж если как там было жахнет то жахнет не жахнет значит не жахнет так только поговорил про мышку на мышка отключилась вот сейчас кстати сюда аккумулятор в мышку поставлю тут прям все это не специально это это так извините так она получилась просто так все отлично ну давайте вот возьмем мизинчик мизинчиков аккумулятор здесь у нас напряжение так чтобы все видели это скажите что там какое напряжение метатрон оч включил может быть не то так напряжение 5 вольт должно быть ну вот 5 027 оказывает прибор давайте попробуем мою теорию не хотел это проверять что видео затянется монтажите не люблю это тоже время ну что-то с монтажу может ничего не смонтаж но надеюсь все будет нормально погодите да заряд пошел потребление 262 миллиампер вот на мизинчик ну собственно как и предполагал все заряд пошел то есть можно дать на него просто обычный обычный usb ну разве что может ну вот я поставил 300 миллиампер ограничения поток он 260 взял то есть себе мест плата сама рассчитывать сколько и надо вообще все отлично я это думал что тут может быть хотя бы что-то такое дополнительное есть но так надеялся не вот специально не придумаешь сказал бросил аккумулятор и нажал на кнопку остановил запись аудио на чем я остановился не помню в общем я думал что здесь что-то дополнительное есть я так говорил а скорее всего все на бемеске крутится вот то есть при желании эти аккумуляторы можно заряжать по большому счету если вам так хочется и больше ничего другого нет просто от пяти вольт но это на свой страх и риск только на свой страх риск и никак больше по сути мы имеем в руках не зарядное устройство а аккумуляторы и это самое главное видимо для x-tara чтобы эти аккумуляторы наверно как-то хорошо продавались и такая замена вот этим аккумулятором потому что тут не сразу с индикаторами идут все как надо но не знаю может быть получится у x-tar занять эту нишу но на самом деле это ниша мне как-то была занята вообще иногда но неймами китайскими если так вспомнить историю вот посмотрю как они вообще в будущем будет будут вести себя надеюсь что они не потекут потому что вот кроме самых-самых первых мне все остальное было хорошо из минусов то что это литий с ним надо быть все-таки осторожней с никелем тоже нужно быть осторожней но он как-то более снисходительный будет к вам относиться вот а здесь у вас по сути в руках маленькая литийая батарея с контролером который делает из 4.2 вольта делает вам 1.5 вольта старается их видимо максимально держать для ваших замечательных устройств что ж на этом наверное нужно заканчивать скажите ваше отношение к таким аккумуляторам я знаю что ну есть такие же люди как я которым проприетарные аккумуляторы не очень нравится но есть люди которые наоборот ура мы купили говорит аккумулятор на 1.5 вольта ну тут еще какая-нибудь у них usb зарядка в китае такие продаются и они просто usb его заряжают эти 1.5 вольта втыкают там в свою в свое устройство и пользуются радуются они говорят только это наоборот хорошо вот и такие есть и такие и на канале у меня и те и те есть вот хочется посмотреть сколько в комментариях кто как считает потому что с точки зрения вот моей конечно хочется чтобы было максимально универсальное за небольшие деньги и так далее и тому подобное но есть люди которым вот нужно так и им вполне все окей вот ну что как-то так как два пальца об контакт у микрофона был олег гром он же метатрон если нравятся большие пальцы вверх подписка и все полезные штуки в описании а и конечно же отдельное огромное спасибо а тем всем людям которые поддерживают канал в донатах вы уж простите многим не нравится когда это говорю но я буду это говорить спасибо вам огромное чтобы делать и дальше независимые обзоры это очень-очень ваша поддержка помогает и мотивирует ладненько не болейте всем удачи пускай ваши аккумуляторы долго служат поменьше деградирует ну и вы тоже не деградируете